здравствуйте друзья в эфире дачные советы продолжаем делать маленькие дела из которых потом сложится большие и важные вот я вам говорила делайте землю заранее чтобы к моменту посева она успела созреть и на это микробам которые внутри почвы находятся нужно не менее двух месяцев поэтому я еще в ноябре заготовила часть земли начале декабря вторую часть и 22 ведра земли у меня заготовлены в таких черных мешках стоят в укромном теплом месте периодически где-то примерно раз в месяц а иногда раз в две недели по мере подсыхания почвы я заглядываю свои мешки и проверяю влажная земля там или нет вот она влажность вот как должно рассыпаться все вот а запах а запах земли весенний так и хочется уже приступить к пассивной качество земли можно определить и по запаху пахнет лесной подстилкой значит все у нас сделано грамотно у некоторых дачников появляются на поверхности почвы всякие гнили плесени запах неприятный как из подвала мне соседка сказала значит не все благополучно с этой землей а я то для того чтобы вот она вот так вот пахло хорошо добавляй туда регулярно теплой водички отстойный непростой отстойный во млеке либо вам ведре а не из-под крана туда добавляю в эту воду чуть-чуть микробов которые будут потом землю то готовить для посевной чуть-чуть все достаточно и периодически вот эту землю увлажняю ношу микробов которые ее обеззараживают которые готовят из тех органических веществ что мы сюда с вами внесли биогумус например кто-то перегной вносит у кого нет биогумуса все чуть-чуть земля будет изумительный опять ее закрываем быстро-быстро микробы не любят свет поэтому мешки темные они не любят кислород вот так вот туго-туго выдавливаем воздух оттуда закручиваю проволочкой медный с ней работать удобнее чем со шпагатом 15 будем сеять что будем сеять и помидоры и перцы и баклажаны и обязательно пеларгонии до сих пор их не сеяло потому что не было солнышка а что надо сделать с теми пеларгониями которые стоят на подоконниках и дожидаются весны у многих они выглядят очень невзрачно вытянулись одна две ветки а как сделал широкий красивый куст смотрим следующий сюжет вот в этом помещении у меня на втором этаже бани зимуют герани они в этих кашпу растут уже 7 лет и чем дольше они у них находятся тем более пышным широким кустом с огромными охапками цветов радуют меня каждое лето вот для того чтобы у вас герани росли широким кустом они одиночными побегами как у многих я и вижу на подоконниках стоят герани 12 по и бегах бедненькие надо их вот в это время укоротить прям на 10-15 сантиметров не бойтесь к весне они дадут новые побеги вот великолепно выглядит вот их сейчас укорачиваю убираю все старые сухие ветки и такие есть цветы убираю все хватит вам цвести пора вам немножко дать передохнуть иначе летом будете плохо цвести все полностью обрезаем убираем листья больные желтые а красота какая-то соседям они просят очеренковать для этого лишнего берут вот эти листики большие на вот так вот вот из этого разовьются хорошие растения я не только черенкую черенкую те как раз немногие растения я люблю в сеть каждый год я подсеваю для обновления материала семенами пиларгонию в этом году до сих пор этого не делала потому что не было солнышко погодные условия мешают хочу посеять всего три баночки из-под сметаны в каждой баночке будет по три семечка пиларгонии из-за этого включать целую лампу накладно но вот сейчас у меня появилась лампа вот ее можно включить 10 ватт не жалко даже 17 не жалко если вы такие купили есть возможность вот в таком нежилом помещении включить эту лампу и посеять как только начнет луна расти сейчас она начала убывать до 8 февраля будет убывать потом начнет расти и я посею герани буквально девять штук они всегда должны быть в запасе новые здоровые сильные растения но и старики вот говоря не так обильно цветут у молодых много листьев а эти будут одни цветы но вот таким вот примерным образом смотрите чтобы это все было вот так вот выглядело вот видите высота небольшая вот так аккуратненько дальше что мы делаем вот здесь от поливов видите земля уплотняется постепенно и появляется вот такое углубление что я делаю вот здесь у меня вот почва в этом мешке из под биогомуса почва смешанная с этим биогомусом и речной песок это идеальный вариант для выращивания цветов в том числе филаргонии вот эту вот почвенную смесь я засыплю это углубление здесь же и питание есть биогомусе есть все необходимое для нормального развития растений изумительное удобрения которые даровали нам червяки виде своих капролитов навоза своего там абсолютно все есть и гумусные вещества и антибиотики для обеззараживания почвы и микробы поэтому вот когда вы используете мешки не полностью с биогомусом там немножко остается когда его обязательно плотно закрывайте иначе он пересохнет и микробы которые здесь очень много погибнут ну половина ценности биогомуса сразу долой это живой продукт так вот засыпали все ничего больше никаких подкормок делать не буду все есть биогомусе потом летом только давай залы да поливай до моей красавицы вот температуру воздуха на датчике здесь держу 12-14 градусов не больше больше не надо давать этого не начнем бурно расти раным еще просыпаться вот когда здесь появится рассада тогда температуру повысим до 18 градусов а пока и столько хватит на восьмой год пойдут уже восьмой год они меня радуют воду для полива и пеларгоний и комнатных цветов если они у вас есть в доме обязательно добавляйте но буквально чуть-чуть несколько капель препарата любого микробиологического либо востоком один либо байкал м1 либо фитоспорин для того чтобы обеззараживать почву для того чтобы внести в почву побольше микробов которые помогут растениям перенести пасмурную погоду биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам можно заказать по телефону в самаре 972 70 95 в тольятти 22 57 89 так вот еще одно вам домашнее задание будет такой в прошлый раз мы с вами мыли от заразы все старое оборудование все пассивные ящики стаканчики для выращивания рассады если они повторного были употребления а теперь вот эти палочки они очень нужны тем кто выращивает рассаду с февраля месяца рассада до момента высадки в теплицу будет под метр высотой конечно она упадет и сломается особенно при переезде чтобы она не упала и не переломалась я ставлю ей вот такие подпорки в кашпо и подвязываю к ней восьмеркой нашу рассаду что за палочки вот лучше всего конечно бамбуковые потому что они вечные они не гниют вот как вот эти палочки простые деревянные да у меня есть и штатиков и всякие тут собраны они покрываются гнилью грибок работает ведь они же все в пятнах темно что вот сейчас нужно сделать с такими палочками которые повторно будут использоваться их надо пустить в раствор марганцовки сильной концентрации или медного купороса не менее чем на 30 минут потом достанете высушите и будете использовать их вот такое домашнее задание вот эти палочки обрала у веры виктор на глуховой бамбуковые вечные кстати вот сейчас мы отправляемся к ней в магазин там пришла огромная партия семян из сибири великолепного качества вот посмотрите если там вот такие палочки приобретите и они вам будут на всю жизнь здравствуйте дорогие друзья начинается уже весенний сезон и как обычно мы начинаем с посева семян а для того чтобы получилась хорошая рассада нужно использовать конечно первую часть качественные семена и в помощь для нас всевозможные рассадницы здесь и торфяные горшки а для мелкосемянных можно использовать торфяные таблетки и микро парники для вот этих вот таблеток есть они на 24 таблетки есть на 12 в этих мини парниках получается великолепная рассада и потом можно распекировать вот такие пластиковые ящики то есть выбор сейчас большой для того чтобы мы могли получить хорошую рассаду и несмотря ни на что я думаю в этом году даже больше людей уже будет высаживать рассаду и овощных культур и цветочных культур и почвы грунтов огромный выбор и все что нужно для того чтобы растение хорошо себя чувствовали и здесь сопропель и сопроверм и жемчуг то есть все что нужно для рассады вы можете приобрести нашем садовом центре во всех магазинах очень большой выбор удобрений и симуляторов роста подкормок и порой сложно даже разобраться есть удобрение которое нужно обязательно иметь в своем арсенале для чего вот посмотрите ферровит это стимулятор фотосинтеза и дыхания это удобрение в хилатной форме очень хорошо усваивается здравень это тоже для рассады для улучшения корневой системы а чтобы растение не вытягивались вы можете использовать атлет и чуть-чуть приостановить рост рассады и тогда рассада будет крепкая и хорошая hb101 незаменимый препарат который мы даже используем как скорую помощь особенно ранней весной hb101 вам понадобится весной когда вы рассаду высадите в грунт на улице либо же в парнике и здесь альбит это комплексный регулятор роста для улучшения почвы грунта используем байкал м или восток принципе действие этих препаратов одинаково вы можете их использовать для улучшения состава почвы и а крепыш минеральное удобрение комплексное это после того как вы высадили уже рассаду и мы новинку показывали в прошлый раз это суспензи хлореллы смотрите вот я себе приобрела вот это вот хлореллу питьевую здесь написано что это тонизирующий напиток хлорелла содержит до 40 аминокислот улучшает иммунную систему человека а в принципе все живое и человек и растения состоят тоже из клеток улучшает иммунную систему растений в прошлом году в садовом центре мы много использовали хлореллы покупали по 200 по 300 литров еженедельно и поливали наши хвойные растения и результат был практически на глазах виден то есть улучшается иммунная система растений растение чувствует себя хорошо практически можно сказать чуть ли не спасают растение от гибели для того чтобы улучшилась иммунная система растений нужно начинать именно с семян и замачивать семена составе хлореллы и не забывайте конечно про комнатные растения здесь представлен огромный выбор удобрений для комнатных специализированные и для пальмы для фикусов для фиалок то есть обязательно нужна подкормка сейчас начинается активный рост горшечных растений дни стали длиннее появляются солнечные дни и обязательно нужна подкормка начиная с февраля вы можете уже один раз в три недели с марта один раз две недели то есть вы можете увеличить количество подкормок если в зимний период мы давали одну подкормку в месяц а сейчас нужна будет еженедельная подкормка комнатных растений удобрениями и можно будет готовиться к пересадке подбирайте выбирайте кашпо для ваших любимых комнатных растений и почвогрунты все представлены в нашем садовом центре садовый центр веры глуховой предлагает горшечные растения керамику пластмассу удобрения химикаты семена почвогрунты и все что нужно для рассада и комнатных растений мы желаем вам хороших здоровых урожаев и хороших комнатных цветов всем здоровья магазины цветы садового центра веры глуховой предлагают комнатные цветы и средства ухода за ними кашпо семена овощных и цветочных культур удобрения почвогрунты инвентарь и еще раз хочу напомнить вам очень важно при выращивании рассады и комнатных цветов и для вас лично какую воду мы пьем но мы почти на 90 процентов как и растения состоим из воды из какой воды вы сейчас смотрите идет целая обойма передач по центральному телевидению какую воду мы употребляем это же растворы ядовитые нельзя из-под крана брать воду но грамотные дачники это знают и готовят воду из снега снега сейчас хватает он чистенький готовят воду в м-бедрах в м-лейках новый построен завод основанный на нанотехнологиях который применяется для очистки воды очень быстрой очистки воды и не только от хлора есть теперь такая пластмасса обладающими этими свойствами есть новые фильтры которые творят чудеса давайте посмотрим информацию от ларисы игоревна маланин здравствуйте друзья продолжаем тему здоровья сегодня мы поговорим о том какую воду мы пьем вода это важный параметр качества окружающей среды мы предлагаем фильтр геракл аграфена картридж которого сам запирается то есть когда заканчивается ресурс картриджа вода из него капать перестает разработчики других фильтров используют в качестве сорбента активированный уголь а разработчики аграфены графит но не простой графит а графен который внутри себя связывает загрязняющие вещества ресурс такого картриджа с графедным сорбентом примерно 800 литров воды для того чтобы заменить картридж нужно просто выкрутить отработанный и вкрутить новый этот фильтр очищает воду даже из болота лужи речки или непроверенного родника он очищает не только от вредных примесей но и от коллоидных частиц для того чтобы убедиться как графен очищает воду сделаем эксперимент и как эти два фильтра очистит к примеру газировку желтого цвета нальем газировку в обычный фильтр и нальем газировку фильтр аграфена и посмотрим какой фильтр со своей работой справиться лучше сравните отфильтрованный лимонад в аграфене прозрачный цвет а в обычном фильтре цвет остался все вам доброго дорогие друзья и будьте здоровы центр природного земледелия лариса малайной предлагает семена овощных цветочных зеленых культур м товары грунты и удобрения фитолампы все для выращивания рассады телефон и для справок 9 545 165 2 252 305 а